буэнос диез братва ядерно рассытную зря 2 шикра на это значит что мы все еще держим путь в ее тунхейма мать его так может один пообещал что в йотунхейме он избавится от проклятия наврал небось магия ванов сильно но ее законы запутаны и туман наверное ведьмам они есть мальдер был самым драгоценным что она хотела уберечь его от боли а себя но такие порывы даже хороших родителей значит одину было одиноким поэтому он всегда воевал все не так просто но я надеялся что любовь смягчит его нрав и принесет мир в результате долгих уговоров фрей согласилась поначалу один пустил в фото баяния казалось он счастлив и хочет сделать ее счастливой он исполнил столько ее желаний я всех и не помню воцарился мир и я поверил что все получилось даже лучше чем я планировал но в итоге один показал свое истинное лицо он завоевал доверие фрей и она обучила его магии ванов о чем потом горько жалела увы несмотря на все старания мудрого советника убедить его что только мир позволит отдалить рагнарёк один так и не расстался с идеей захватить познав магию ванов он устремился к новым экспериментом и новым злодеянием посмотрим чё это все хуяльно приготовила для нас на этот раз а а а Продолжение следует... 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 Вот так нихуя себе. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Вот это номер. Да, сын бога и великана. То еще сочетание. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Как говорится, тут без комментариев. Прощай, Фаи. Люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли? Я... не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова. И мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атреем не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Ну нифига себе драма. Ого. 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 Это не видно, вот такой экран загрузки сховали. Да. Ого. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой. Но, может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Друзья, о, как я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Ипсо? И все. Ипсо? новая игра плюс даже доступна нихрена ся и Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить Там прошло два больше времени, чем кажется И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение Знамение? Что приближается зима? Не просто зима, а Великая зима, которая продлится три лета, а после нее начнется Рогнарек Рогнарек, лица снега Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру, примерно так Еще одно пророчество Нет, брат, пророчество говорит, что до этого не менее ста зим, ты что-то изменил, пророчество не подумало о тебе Сейчас понаблюдаем, может гномы уже постарели Говорю тебе, это Фимбул Винтер, я это жопой чувствую Зима близко Прекратила, ты меня пугаешь, снег все равно пошел бы рано или поздно Это не просто снег, как тебе известно, это конец света Не смей заставлять меня трезво мыслить Парни? Просто говорим о погоде Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер Самая распоследняя зима Я это жопой чувствую Да, мы... мы слышали Так что если идете домой, постарайтесь не останавливаться И не умереть А если не идете домой, то же самое Ну-ка Ко дому Башня поглотила камень единства А я бы хотела еще полетать Да, надо же, какая жалость Один очень умен А считает себя еще умнее И он собирает пророчества Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию Так создается образ всеведущего и всевидящего бога Но главное – власть Власть над будущим Власть над судьбой Будь его воля Он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли Любое сопротивление он готов задушить в зародыши Даже если раньше ты не был для него опасен Возможно, он считает, что станешь опасен в будущем Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас Важно, что он оказался прав Наконец-то мы дома Кажется, прошла целая жизнь Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе Пора отдохнуть Буду спать до весны Ладно, сойдет Спи Я уже Что-то очень невеселое намечается Ёбаный в рот Тор Только не говори, что я сейчас буду махаться с Тором Или буду Не буду Твою ж дивизию Неужели мы это кино закончили? С одной стороны, тягомотный, конечно, сценарий Но интересный, как сам пиздец Честно, если бы я не записывал Я бы играл в нее за пойми вечерами И, может быть, осилил бы за 4-5 дней Ну, с учетом того, что я дымой приползаю полу-восьмого Но это так, лирика, знаешь ли Что касается какой-то оценки Так скажем Геймплей Ну, блядь, боевка чисто консольная Мне это не очень заходит Мне хочется какие-то, не знаю, немножко другие комбо Как-то вот все Но это я Я заядлый пикоблядок Поэтому могу себе позволить Что касается графония Ну, блядь, судя по звуку вентиляторов Там было все жестко, да Поэтому графика на высоте На соснулях не знаю, но У меня как бы немножко не до того История Ну, да Как говорится, вроде бы простое путешествие Оборачивается такими заморочками, что Ай-яй-яй Ну и главное, вот этот вот посыл Сила в единстве Да, заставляет о многом задуматься Но тем не менее, как обычно Кто-нибудь обязательно скажет Да ебал я все это в рот, сам справлюсь Нет, не справишься Ну, поймешь, правда, не вовремя Особенно, когда будет слишком поздно Но это так, лирика Ладно, вращаем педали дальше Звук, музыка Ну, я сильно не заморачивался Но эпичненько Дизайн уровней Однозначный чек Вот это все атмосферненько Прям пиздос Общую оценку я подводить даже не хочу Ну Как говорится, с моими тараканами Заморочками там подумал Скажу, что это восемь с половиной из десяти Это однозначно Как бы я уже Все, что хотел, я сказал Ладно, досмотрим титры Чтобы я точно был уверен, что все заебись Атрей, ты готов? Да, но У меня был странный сон Ха Это просто сон Странный сон Он казался Язью Казался Будущим Тогда Мы подумаем об этом завтра Сегодня у нас дела Идем Все Ну что ж я могу сказать На этом Мы сериал заканчиваем Спасибо всем, кто присутствовал С вас, как и обычно Луис И писька И до свидания Увидимся в следующих сериях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok